Здравствуйте, меня зовут Илья, мы находимся в ресторане Дача. Сейчас я покажу как приготовить бифштекс с запеченным картофелем. Для этого блюда нам понадобится говядина, специи, мускатный орех, хмели-сунели, кинза, базилик свежий, сливки, перец, имбирь, красный лук и сам картофель. Нарезаем мясо под мясорубку небольшими кусками, нарежем перец, красный лук, немного кинзы, немного базилика. А сейчас мы будем обжаривать овощи. Берем сотейник, ставим его на плиту, наливаем масло, кладем овощи. Пока обжаривается овощи, зачистим корень имбиря и также произвольно нарежем. Сейчас пропускаем мясо через мясорубку, затем будем добавлять туда обжаренные овощи. И также добавляем чеснок, кинзу и базилик. В фарш выливаем сливки, добавляем специи, мускатный орех, хмели-сунели, соль, черный перец. Как следует вымешиваем получившийся фарш, отбиваем его для того, чтобы он был плотнее. Берем емкость с кольцом и выкладываем фарш через кольцо. Аккуратно выравниваем ложкой и отправляем в печь на 10-12 минут при температуре 190 градусов. Пока готовится мясо, мы приготовим соус и яйцо пашот. Для соуса нам потребуется майонез, сливки и сыр дорблю. Выливаем в сотейник немного сливок, добавляем сыр и растапливаем. Добавляем растворившиеся сливки с сыром в майонез и тщательно перемешиваем. Приготовим яйцо пашот. Сейчас я вам покажу такой лайфхак, как его сделать, чтобы оно получилось. Для этого нам потребуется пищевая пленка, само яйцо и подсолнечное масло. Берем пленку, отрезаем и выкладываем в емкость. Далее немного подсолнечного масла, смазываем пленку, разбиваем яйцо и концы пленки соединяем друг с другом. Получается такой небольшой у нас мешочек. Аккуратно закручиваем, опускаем в кипящую воду на 3-4 минуты. Подготовим картофель, он уже запеченный при температуре 200 градусов 40 минут. Мы его разрежем на дольки. Через 10 минут бифштекс практически готов. Мы выкладываем на него нарезанную помидору. Сверху кладем ломтик сыра и отправляем в печь еще на 2-3 минуты. Три минуты прошло и яйцо готово. Мы его достаем из воды, освобождаем от пленки и перекладываем в емкость. Теперь мы будем обжаривать картофель и будем приступать к выкладке. Берем запеченный картофель и обжариваем его до золотистой корочки. Приступаем к выкладке. В соусник выкладываем соус, выкладываем бифштекс. Сверху выкладываем яйцо пашот и выкладываем обжаренный картофель. На декор идет ростки горох. Бифштекс с яйцом пашот и обжаренным картофелем готов. Приятного аппетита!